Хеллоу народ, с вами Александр и мы находимся в симуляционном центре Казанского Федерального Университета. Симуляционный центр представляет собой макет больницы, в которой студенты-медики могут отработать ряд своих профессиональных навыков. Я, как журналист-экспериментатор, сейчас попробую что-то, что называется здесь самым простым, но я уверен, для меня покажется очень сложным. Может мне в отработке моих медицинских навыков Ленар Фаридович Рашитов, директор симуляционного центра. Рядом со мной сейчас находится Ленар Фаридович Рашитов, директор симуляционного центра, который сейчас нам и покажет, что он нам покажет, он лучше скажет сам, потому что я не понимаю, передо мной лежит какой-то манекен, у него видно легкие, у него не хватает передних зубов. Рассказывает, что сейчас будем с вами делать и как его спасать. Перед нами манекен для отработки навыков интубации трахеи. То есть интубация трахеи, то есть установка в трахею специальной трубочки, через которую пациент будет дышать. Позвольте и мне добавить пару слов. В медицине сложным словом интубация трахеи называется введение в дыхательный путь у человека специальной трубочки, через которую пациент сможет дышать. Применяется это при общем наркозе, либо когда необходима длительная искусственная вентиляция легких. Сам метод до безумия простой, но это только в теории. Сначала специальным инструментом, похожим на крюк, и именуемым ларингоскопом аккуратно прижимается язык пациента. А затем в трахею вводится самая обычная трубочка, через которую и будет осуществляться дыхание. В дальнейшем пациент либо подключается к аппарату искусственной вентиляции легких, либо к мешку АМБУ, который является его механической версией. К сожалению, есть риск попасть не в трахею, а в пищевод, что, собственно говоря, я и сделал. Три раза подряд. Да, не быть не анестезиологом. Можно я тоже попробую? Так, как вот эта штучка открывается? Она открывается, защёлкается, загорается лампочка. Не надо подстать с этой стороны, потому что мы должны идти в путь. С этой стороны. Запрокинуть голову. То есть, инструмент держится в левой руке. В левой? Так, поднимается язык. Вот здесь как раз нажимать не надо, иначе вы как раз согрете зубы. Вроде бы я куда-то попал, осталось выяснить, куда. Па-бам. Пищевод. Пищевод. Это надо делать очень быстро, потому что в этот момент цель не дышит. То есть, это вообще прям вот жизненно важно? Да. Это не моё. Это очень сложно для меня оказалось. Во-первых, требуется огромное физическое усилие, чтобы поднять пациенту язык. А во-вторых, ну, попасть тоже сложненько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова